Манежный спор в Ярославской конно-спортивной школе разрешен. До этого некоторые арендаторы жаловались на повышение цен на занятия в Манеже. Руководство школы во вторник озвучило свою позицию. Смуту в ряды ярославских конников внесли жалобы некоторых арендаторов-частников, которые по договорам пользуются услугами Манежа. До сентября плата составляла 3600 рублей в час, потом поднялась до 5000 рублей. Некоторые после такого повышения стали писать жалобы. Была проведена проверка Департамента социально-экономического развития мэрии. В результате цену подкорректировали. С середины ноября надо платить 5000 рублей не за час занятий, а за полтора. Такую стоимость и в конно-спортивной школе, и в мэрии считают адекватной. Особенно учитывая, что таким манежем далеко не каждый город может похвастаться. Просторный, светлый, а главное теплый и с современным грунтом. В области наш манеж является самым лучшим, комфортным. У нас очень дорогой еврогрунт. Грунт у нас не пылит, как в других манежах, где песок, что выходишь вся черная. У Виолетты Абодковой недавно сбылась мечта. Купила лошадь. Ее графиня стоит в конюшне школы, что называется по системе «Все включено». За пользование конюшней, манежем, корм и уход Виолетта платит 15 тысяч рублей в месяц. Это, говорит, недорого. Вообще это дешево. В Москве, например, в таких же манежах, там вообще выходит по 30-40 тысяч в месяц содержания лошади. Таких, как графиня Виолетты, здесь больше шести десятков. Попасть в столь тепличные условия мечтают многие. Новая гостевая конюшня не еще только строится, а за места в ней уже борются. Договорные отношения с частниками дают возможность школе зарабатывать. Дотации из бюджета покрывают лишь 60% сметы школы. Оставшиеся деньги надо изыскивать самим. Они идут на оплату освещения и отопления коммунальных услуг. Из своих же денег покупаются лошади, которых многочисленным ученикам школы не хватает. 200 детей на 60 лошадей. Последних должно быть в два раза больше. Основным направлением деятельности с Дюшор является обучение детей верховой езде и подготовка резерва сборной страны по троеборью, конкуре и выездке. В школе бесплатно занимается 200 детей. Это дети с 10 до 18 лет. Младшие школьники, а также взрослые, занимаются на платной основе. Школа предоставляет за эту цену лошадь, снаряжение на лошадь, инструктора и площади спортивные. И все это за 500 рублей. Это очень дешево. Проблема разрешена, говорят в конно-спортивной школе. Здесь уверены в своей правоте и считают все претензии участников безосновательными. Яна Хромова, Александр Рябков.